Весь мир восхищенно наблюдает за историей жизни молодого человека по имени Тим, который символизирует любовь к жизни и служит ориентиром для тех, кто попал в трудную ситуацию. Его историю рассказали приемные родители, которые выпустили книгу, быстро ставшую очень популярной во всем мире. Родные родители мальчика решили сделать аборт, поскольку на 25 неделе беременности у ребенка были обнаружены признаки синдрома Дауна. Первыми удивились врачи, когда малыш родился живым. Недоношенный мальчуган с весом 700 грамм шевелился, плакал и даже дышал самостоятельно. Тогда было принято решение завернуть его в пеленку и оставить без медицинской помощи. Когда новая смена акушеров заступила на дежурство, а случилось это через 9 часов после рождения мальчика, медики очень удивились, обнаружив, что малыш все еще жив. Сердце одного из врачей не выдержало, и он распорядился перевести Кроху в реанимацию, где ему начали оказывать помощь. Медкарта малыша с первых дней напоминала медицинскую энциклопедию «Неразвитые легкие», «Более 10 разных родовых травм», «Глубокая недоношенность». Конечно, все это сказалось на развитии. Родные родители отказались от ребенка повторно. Мальчика из больницы через полгода после его рождения забрала семейная пара. Они долго не раздумывали, если на свете есть кто-то, кому помощь нужна больше, чем тебе, нужно помогать, считает супруги. Их удивило огромное жизнелюбие малыша, который выжил не благодаря, а вопреки. Врачи заявили, что ребенок с таким анамнезом проживет не более двух лет. Приемные родители постарались сделать все, чтобы эти годы были хорошими для малыша. И Тим удивил всех снова, прошло два года, пять лет, десять, а он продолжал жить, расти и развиваться. Конечно, мальчик так и не научился говорить, но он общался специальными звуками, понятными его родителям и братьям. Приемные мама и папа научили его ходить. Он танцевал, занимался плаванием. Объявились и родные родители Тима, но вовсе не для того, чтобы познакомиться с сыном, а для того, чтобы подать иск в суд. Они обвинили больницу в том, что их не предупредили о возможности рождения ребенка живым. 4 января этого года Тим почувствовал себя неважно, врачи не смогли спасти его. Молодой человек умер от легочного заболевания. Субтитры создавал DimaTorzok